Всем привет! В этом выпуске мы рассмотрим партию шахматистов, у которого в последнее время открылось второе дыхание. Участника будущего турнира претендентов, самого популярного шахматного стримера в мире, партию Хикару Накамуры. Его соперником в этом поединке стал французский шахматист Максим Вашьелограф. Ну а перед началом выпуска я хочу выразить благодарность за оформление платной подписки Владимиру, а также Юрию Тихонову, у которого уже 11-месячная подписка. Итак, в нашей встрече Хикару Накамура руководил белыми фигурами и отправил вперед ферзевую пешку. Черный отвечает ходом d5, белый развивает коня, следует ход кони f6 и система колли. Правда, Максим Вашьелограф развивает белопольного слона на поле f5 и с перестановкой ходов партнеры переходят к славянской защите. Накамура нападает на пешку d5 и угрожает выпадом ферзь b3 с атакой пешки b7. Поэтому черный укрепляет центр и на ферзь b3 уже могут отвечать выпадом ферзь b6. Так что Хикару просто развивает ферзевого коня, черный открывает диагональ слону и ход конь a4. Конь словно сводит со слоном старые счеты, начиная на него охоту. У черных есть примерно три равноценных отступления, но в любом случае белый получает преимущество двух слонов. Вашьелограф решил сразу уйти на поле g6, белый меняется на g6 и получает данное преимущество. А как говорил знаменитый Зигберт Тараш, у кого слоны, тому принадлежит будущее. И здесь американский шахматист применяет редкий ход ладья b1 для того, чтобы запустить пешку b и развить наступление на ферзевом фланге. Черный продолжает развитие, следует ход c5. Перед пешечным штурмом необходимо зафиксировать объект атаки, а именно пешку c6. Черный проводит контрудар по центру e5, нападая на пешку d4. После ответного b4 они развивают слона и белый играет b5. Вашьелограф издали присматривается к пешке h2, угрожая стукнуть на d4, а затем выиграть пехотинца. Поэтому на камура пошел h3. Черный меняется на d4, создает отсталую исследователь на слабую пешку. И дальше направляет своего коня для атаки этого пехотинца. Это стандартный маневр для подобных ситуаций, но в данной конкретной позиции он является слишком медлительным. Вместо этого хода черным необходимо было сразу напасть на пешку c5 после примерного размена на c6. И на падении на ферзя черный могут объявить шаг, белый, к примеру, перекрывается слоном. Но тогда черный рокирует в короткую сторону, получается сложная позиция со взаимными шансами. Ну а идейный с виду ход кони f8 в партии позволяет белым первыми прийти на ферзовом фланге. На камура вбрасывает ферзя на поле a4, защищая пешку d4, он нажимает на пехотинца c6. Черный переводит коня для атаки отсталой пешки d4. Белый меняется на c6 и дальше создает угрозу внедрения на бейсами. Вот в чем вся соль. За счет раннего хода ладья b1 и владения открытой линией, белые первыми создают реальные угрозы. И черным плохо защищаться ходом ладья b8, поскольку после размена тяжелых фигур они теряют ключевую пешку c6. Поэтому лаграву приходится переходить в глухую оборону, защищая пункт b7. Белые хотят активизировать своего чернопольного слона. После рокировки в короткую сторону они нападают на ферзя, ферзь уходит на d7 и два мощных слона белых разрезают позицию противника словно масло ножом. Икару также сделал рокировку, соединяя между собой ладьи черные пошли конь e8. В этот момент черному королю доложили. Пан Атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные. Идея хода конь e8 понятна, черные хотели пойти конь c7 и либо вытеснить белопольного слона, либо разменять чернопольного. Но вот беда, Хикару Накамура не пускает сюда этого коня. Черные напали на слона f4, белый контратаковали ладью. И что делать черным? Либо спасать ладью ходом ладья d8, но тогда белый отступает слоном, забирает пешку на поле a7. И получает грозную проходную по линии a, которая решит исход сражения именно в пользу белых. Либо черные могут предварительно поменяться на f4 с атакой коня, но тогда белый забирает на поле f4. И на отступление ладьи получается примерно то же самое. Белый выигрывает пешку на a7 и получает мощную проходную по линии a. С горя французский шахматист решил отдать качество, но не позволит сопернику получить проходную по линии a. Накамура естественно забирает на поле a8, дальше пошел слон e5. Ну и в принципе здесь можно было опускать занавес, еще последовали ходы конь e4. Ладья b2 с идеей сдвоится по открытой линии b. Черные ответили ходом король h7, белый выкуривает коня. Дальше играет ферзь a6, возобновляя идею вторжения на седьмую горизонталь. И вновь черному коню приходится заняться неблагодарной работой. Накамура пошел ладья b8 и после размена тяжелых фигур сдался, поскольку пешка на поле a7 теряется. То есть у белых помимо лишнего качества еще и грозная проходная по линии a. Поэтому на 28 ходу Максим признал свое поражение. Напишите свой прогноз по поводу выступления Хикару Накамуры на будущем турнире претендентов. Ну и также не забудьте поддержать ролик лайком, репостом и до следующих встреч.